Всем привет, дорогие друзья! Сегодня ко мне приехал антикризисный бюджетный смартфон от китайской компании Vivo. Модель называется Y1S. Это новая модель, недавно он начал продаваться в России. Знаете, сколько он стоит? 8490. 8490, да-да. Вот такой вот по-настоящему дешевый народный телефон. Давайте мы разберемся вообще, что он на себя представляет, стоит ли его покупать, какие характеристики вам предлагаются за эти деньги. Есть два цвета этого телефона. У меня цвет черный, причем мне нравятся их вот эти вот названия классные, такие пафосные. Не просто черный, а черный, оливковый черный. Вот, видите, а у меня цвет оливковый черный. А есть еще вот такой вот синий цвет, называется он Синяя волна. Телефон оснащен 32 гигабайтами внутренней памяти. Производится, естественно, в Китае. Ну и здесь сзади написаны вот такие основные плюшки. Плюсы. Это экран 6,22 дюйма, не очень большой, сейчас считается уже компактный размер. Батарея на 4030 мАч и свеженький Android 10. Открываем коробку с Vivo Y1S. Так, здесь мы видим, встречаем такой вот конверт. Есть ли здесь чехол? Посмотрите, да, чехол есть. Vivo большие молодцы, что даже в таком бюджетном телефоне, в таком бюджетном сегменте не забывают класть хотя бы какой-нибудь чехольчик. Чехольчик здесь есть, но он обычный силиконовый, ничего такого сверхъестественного. На первое время пойдет. Дальше мы видим сам телефон. Здесь тоже написаны все его характеристики основные, да, которыми должен похвастаться этот телефон. Ну и сзади, сзади это классический Vivo-овский дизайн. Вот я не знаю, он прям вот уже четко выслеживается. Вот этот дизайн, он не новый. Пластиковый телефон, но он еще не просто черный, да. Вот в черном варианте он вверху как бы черный, если мы вот так посмотрим. А если мы откроем вниз, то здесь он уже зеленый, то есть он переходит из черного в зеленый. Вот такой вот градиент. Пластик глянцевый, логотип Vivo, одна камера всего лишь. Да, сейчас это как бы вообще уже удивительно в 2020 году, что телефон с одной камерой. Но он стоит всего 8500, поэтому здесь не хватило денег поставить там вторую, третью камеру. Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Вверху у нас верхний торец полностью чистый, ничего здесь нету. Слева лоток для сим-карт и скорее всего он поддерживает флешку. Сейчас мы это узнаем. Внизу разъем для зарядки USB, microUSB, динамик, микрофон и разъем для наушников 3,5 мм. Как мы заметили, сканера здесь нету. На сканере здесь сэкономили, то есть сканер отпечатка отсутствует. Разблокировать телефон вы можете либо с помощью графического ключа, пароля, ну либо с помощью фронтальной камеры по распознаванию лица. Дальше, что еще есть в комплекте? Скрепочка, аккуратно здесь так уложена. Давайте я ее сейчас даже не буду доставать, свою достану. Зарядка здесь скорее всего 10 ваттная, да, 10 ватт, 5 вольт, 2 ампера, то есть это не быстрая зарядка, а самая обычная. И кабель USB, microUSB. Ну и все, а на экране есть защитная? Да, смотрите, на экране еще и защитная пленка есть. Вот это вот лайк. За 8490 у вас получается телефон полностью защищен. Вот, хороший чехол, прочный, который заходит вот так вот на края. Видите, очень сильно заплывает, чтобы никак он не снялся там в кармане. Бортики есть вверху, то есть можно даже на экран класть, вот так вот экраном вниз, не будет экран царапаться, потому что на чехол будет опираться сам телефон. Ну, такой вот прозрачный обычный чехольчик на первое время сойдет. Ну и защитная пленка тоже наклеена очень идеально, прям вообще идеальнейше. Никаких там отступов, никаких перекосов, никаких пылинок. Как будто все вообще в идеальных условиях соблюдалось и клеилось. Ну что ж, теперь давайте проверим сим-лоток здешний. Берем скрепку и вот сюда ее втыкаем. Смотрим. Так, здесь у нас лоток 2 плюс 1, то есть можно установить одновременно две симки формата nano, плюс еще microSD флешку, если вдруг не хватит памяти вам. С комплектацией и с дизайном телефона мы разобрались. Теперь давайте уже переходить, собственно, к самому железу. Сейчас я первоначальную настройку телефона пройду и продолжим это видео. Итак, ребятки, ну что, телефон настроен. И как только я подключился к Wi-Fi, настроил телефон, он мне сразу в лоб пишет. Обновление системы, загрузить и установить. Давайте. Сейчас поставим на загрузку. Опаньки, смотрите, какая здесь система. Называется это оболочка Funtouch OS. Funtouch OS это фирменная оболочка от компании Vivo. И версия Funtouch OS здесь 10.5. Основана она на версии Android 10. Есть меню приложений. Все значки круглые, как на голом чистом Android. Вполне такая приятная оболочка. Здесь у нас вот такие вот переключатели. Шторка с переключателями. Многозадачность. Многозадачность выглядит... О, а у меня никак она не выглядит, потому что у меня ни одно приложение еще не запущено. Если мы сейчас позапускаем приложение, то можно будет зайти в многозадачность. Вот как выглядит многозадачность. То есть ничего такого особенного. Обычные иконки здоровые. Можно здесь очищать. Можно что еще сделать по-любому. Как он называется-то? Двухэкранный режим-то, чтобы было разделение пополам. Вверху одно приложение, внизу другое приложение. Из предустановленного софта я вижу Facebook, Yandex, Vivo Cloud. Ну, Vivo Cloud это, наверное, уже вшитое приложение компании Vivo. Google Новости, Hot Games даже есть папочка с играми. Да. Ну и настройки выглядят подобным образом. Обычные в целом такие. Лицо. Кстати, разблокировку по лицу я уже настроил. Проверим, как она работает. Так, оп, разблокируется. Ну, вполне быстро для дешевого телефона. Вот смотрите, вообще моментально. Да. Разблокировка работает быстро. Похож он по силуэту на какой-нибудь Galaxy A10, на Redmi 8A. Вот что-то мне это напоминает. Такие же примерно габариты. То есть, не сильно большой экран, 6,2 дюйма. Рамка довольно-таки приличная. Ну, не сильно огромная, не сильно жирная нижняя рамка. Так, ну и вот он мне пишет, что обновление уже скачалось. Можно его потом обновить, перезагрузить телефон. Можно сейчас. Давайте сделаем это, пожалуй, сейчас. Итак, ну а что по поводу процессора. Как вы понимаете, в таком дешевом сегменте вариантов особо немного. Как правило, все используют процессоры от компании Mediatek. Либо используют какой-нибудь самый слабенький Snapdragon. Там 439-й, там старый 450-й. Виво, так как компания китайская, да, решили поддержать родного производителя. Заказали процессоры у компании Mediatek. Моделька P35, Helio P35. Это процессор восьмиядерный, состоящий полностью из ядер Cortex-A53. Четыре ядра более мощных на более высокой частоте 2300 МГц. И четыре ядра еще на более низкой частоте 1800 МГц. 12 нанометров, восемь ядер, 2300 МГц, максимальная частота. По памяти. Сколько у нас здесь памяти? Два гига оперативки и 32 гига встроенной памяти. Видеоускоритель от компании PowerVR GE8320. Ну, довольно-таки распространенное железо. Много кто использует. Ну, из самых известных, вот я могу припомнить, у кого такой же процессор. Это, например, Honor 8A. И, по сути, вот этот вот P35 Helio, это то же самое, что Helio G35 новый, который переименовали. По сути, это два одинаковых процессора. И набирают они меньше 100 тысяч баллов в Antutu. Ну, вот сейчас мы это тоже проверим, сколько этот телефон набирает баллов в Antutu. Ну, а перед тем, как тестировать его в Antutu, давайте проверим мультитач. Сколько здесь касаний одновременно поддерживает телефон. Так, раз, два, три. Так, подождите, раз, два, три. Опа, что-то уже с тремя уже начинается какой-то фейл. Еще раз давайте попробуем. Очистим из памяти. Заходим еще раз в мультитач. Ставим на весь экран и пробуем. Два, три. Три касания, что ли, только? Что-то какой-то очень странный сенсор. Видимо, тоже немножко сэкономили. Три касания распознает, четвертое уже не хочет. Видите, уже начинаются какие-то глюки. Да, странно. Обычно там либо пять, либо два, либо десять. А здесь вот четыре, но то и то как-то очень странно. Вот иногда получается четыре, иногда нет. Видите, да? Да, немножко странновато. Ну и наличие NFC. Я знаю, что сейчас для многих это очень важно, чтобы в телефоне был чип NFC, чтобы можно было оплачивать все свои покупки. Здесь NFC нет. К сожалению, тоже вот почему-то не додумались. Они, может быть, специально не сделали, да? Не хватило денег, не хотели на это тратиться. Но вот не поставили. Поэтому у вас здесь не получится с помощью этого телефона что-то там оплачивать. Так, ну вот и все. Время пришло, собственно говоря, одного из самых главных тестов производительности Antutu Benchmark. Какие мои прогнозы? Я думаю, что где-то тысяч девяносто. Восемьдесят девять, девяносто одна. Где-то вот такие вот результаты должен показать телефон. Ну что ж, все, поехали. Нажимаю тест. Все, телефон начал тестирование. Ну и какие результаты у нас? Так, опаньки, ничего себе. Я немножко, знаете, его недооценил. 107 тысяч баллов, я думал, что будет меньше. За счет чего мне интересно? Потому что аналогичные телефоны на примерно таком же процессоре, они набирают поменьше. А этот набрал 107. Хотя я не включал никакого режима энерго... То есть повышенного... Повышенной производительности, потому что я его просто не нашел. В настройках батареи здесь есть только энерго... Наоборот, пониженный энергосберегающий режим. Вот. Ну, короче, 107 тысяч в Antutu. Игры будут идти, да, игры будут идти. Но все такие игры, как PUBG, Asphalt, там, вот эти с крутой графикой, они будут идти на низких настройках. Но все они будут идти все равно. Еще этот телефон не самый слабый. Так что где-то годика на два, я думаю, обычного использования его хватит. Если вы не игроман, если вам нужен телефон для соцсетей, для интернета, может быть, для учебы, там, что-то сфотографировать, там, списать, там, ну, какие-то конспекты делать, то вполне вам этой мощности должно хватить. Ну, а теперь, что касаемо камер. Как вы поняли, всего лишь две камеры имеет этот телефон. 13-мегапиксельную заднюю и 5-мегапиксельную камеру фронтальную. Оценим качество. Заходим в приложение камера. Вот так вот выглядит приложение. Сразу он мне пишет, распознавать ли геоданные или нет, чтобы подпись ставить, где вы сделали фотку. Так, это что это такое? Бокея. Есть даже эффект Бокея. Проверим цифровой зум. Он здесь четырехкратный. Понятное дело, что зум здесь только цифровой, оптического нету. Есть режим красоты. То есть, вы можете сфотать какого-то человека, и он сразу станет красивым. Без всяких там прыщей, без всяких складок на коже, без всяких синяков. Все лицо размылется и будет как фотомодель. Дальше. Видео. Видео. Ну, снимает видео, соответственно, только в формате Full HD. Максимальное качество, причем по умолчанию стоит вообще 720p, наверное, для экономии памяти внутри телефона. Full HD, естественно, больше места занимает. Можно переключиться на Full HD. Также с фронтальной камеры тоже телефон должен снимать Full HD. Ой, какие у него краски. Вот это прям по-вивовски. Очень сильно оранжевую кожу делает. Да, видео тоже Full HD с задней камеры, с фронтальной точнее. У Vivo, да, такая есть фишка. Я не знаю почему, но у них на многих телефонах как бы кожа, цветопередача очень сильно оранжево-розовая. Не знаю, как будто морковку из тебя делает. И вот на этом телефоне то же самое. Вот такая вот фронтальная камера. Ну, кстати, качество более-менее, но вот сама цветопередача, конечно, слишком-слишком оранжевая. Не знаю почему, они вот любят такое. Это вообще как бы Vivo в Азии, да. Они очень сильный упор делают на фронталку. А азиаты любят фронталки такие неестественные. Они все с какими-то эффектами, все с какими-то украшениями делают. Ну, чтобы замазать свою кожу, чтобы она казалась белее, короче. Ну, не знаю, фронталка здесь вот такая вот неестественная чуть-чуть. Мне кажется, в настройках надо будет яркость и насыщенность чуть-чуть меньше делать. Иначе вообще у вас скажут, что у вас такая кожа, как у индейца у какого-то. Вот. Задняя камера, да, 13 мегапикселей. Сейчас попробуем сводить мелкий текст. Я думаю, она с ним справится. 13 мегапикселей неплохое качество должно быть. Как для бюджетного телефона. Так, ну и что здесь? Ну да, смотрите, вполне неплохо, читаемо. Вот я сфотал на каком удалении коробку с мелким текстом. И здесь при приближении все абсолютно читаемо. То есть по четкости каких-то серьезных у меня тоже вопросов нету. Интервальная съемка, как я понимаю, это что? Это ускоренное, наверное, видео. Ну, тут особо много настроек, конечно, нет. Фото, видео, красота и, собственно говоря, все. А если попробовать с бакешкой сделать фотку? Сейчас попробую. Итак, ну вот, что получилось. Не знаю, особо я тут баке не вижу. Особо как-то портретным режимом здесь и не пахнет, если честно. Вот такое вот средненькое качество. Ну и традиционная проверка звука. Делаю максимальную громкость. Включаю музыку. Динамик здесь один. Находится он на нижнем торце. Оцениваем. Динамик пищалочка, то есть очень такие низкие частоты пищит. Знаете, на максимальной громкости он так писклявый, писклявый. Не хватает объема какого-то такого баса, какого-то такого. Короче, что могу сказать по поводу этого телефона. Обычный бюджетничек. Батарея здесь, кстати, 4000. На многих телефонах уже 5 на конкурентах, например. Там другие китайские компании уже могут 5000 сделать миллиампер батареи. Здесь 4. Из плюсов, наверное, мне нравится эта форма. Мне нравится форма телефона. Не очень он здоровый, как вот эти современные 6,5 дюймов, 6,6. Все-таки он еще эргономично более-менее удобен. Более-менее удобен. Вот этот вот дизайн приятный, с капелькой, с такой плавной, с небольшим подбородком. Такой простенький, но со вкусом. Как бы не сильно толстый он, не сильно тяжелый. То есть девочке какой-нибудь, маленькому ребенку, ну, телефон будет не в это, не в тягость таскать, да? Так скажем, какому-то, может, бабушке там тоже. Хотя он тоже не маленький. 6,2 дюйма это как бы тоже не считается прям крошечным, но и небольшой. Это вот первое, да? Оболочка достаточно приятная, такая яркая, цветастая. Знаете, экран сам по себе неплохой. То есть, да, качество, конечно, картинки тут не очень четкое, потому что HD+, разрешение. Но вот именно по цветопередаче все такое яркое, насыщенное, контрастное. Вот этим мне нравится экран. То есть, на многих телефонах хуже экрана IPS. Здесь нормальный экран. Android 10 тоже вроде как неплохо. Процессор, ну, он средний. Я не скажу, что он хорош за эти деньги или что он плох за эти деньги. Он просто средний, как бы это уже по стандарту. Если вы покупаете там до 10 тысяч, ну, какой-нибудь Mediatek там восьмиядерный слабенький вам дадут. Так и здесь. Памяти 2.32 тоже уже стандарт, как бы за эти деньги. Ну, я вот сейчас не припоминаю, что можно взять, что-то лучше или хуже. У всех примерно так, у всех примерно так, да. Ну и все, как бы, я не знаю, что еще про него сказать. Это обычный вот бюджетник, такой классический, из всего самого простого, урезан в чем-то, да. Нет NFC, вот это меня, конечно, разочаровало. Нет сканера, отпечатка. Но зато есть какие-то свои другие фишки. Есть разъем для наушников, есть символоток 2 плюс 1, можно вставить все и сразу. Неплохое качество сборки. Мне понравилось также, что здесь сразу идет чехол с защитной пленкой. То есть для многих это очень большой плюс. Не надо там заморачиваться, где-то искать, заказывать, ждать. Все сразу из комплекта. Купил и пользуешься. Настроил в первый же день и погнал. И пользуешься как это. Особо там не переживаешь, что у тебя с телефоном будет. Упадет, не разобьется. Если даже упадет, у тебя чехол есть. Ну а даже если сильно разобьется, то телефон недорогой. Что там 8500. Это не как там разбить телефон какой-нибудь за 60 тысяч. Айфон, например, новый. Так что, ну вот такой обычный бюджетник Vivo Y1S. В принципе, нормально. Четверочку можно поставить. Хороший телефон за свои деньги, да и все. Всем удачи, ребята. Всем спасибо за просмотр. Это был Vivo Y1S, U1S, Y1S. Всем чао. Бай-бай.